Уже который год на седьмом Мервенском проезде постоянно происходит ДТП, рассказывают жители домов, расположенных вдоль дороги. Заборы около многих строений здесь покорежены, выглядят они так после аварий. Но волнуют людей не только то, что их придется восстанавливать, а то, что каждый день они рискуют, переходя дорогу в этом месте. Даже взять мою семью. На пешеходном переходе сбили папу. Его на дороге сбили. На тротуаре сбили бабушку. Ее впечатали в столб. И вообще здесь дети переходят. Здесь большой микрорайон, и дети практически ходят одни в школу. У меня сбили здесь свекровь насмерть. Ну, совершенно невозможно здесь переходить дорогу. У нас половина бабушек здесь передавили просто машины. Очень. Здесь жить очень страшно. Зачастую автомобили не снижают скорость на данном проезде. Ситуация ухудшается тем, что в вечернее время здесь не работает освещение. Поэтому ДТП, по словам местных жителей, происходит здесь постоянно. Во-первых, у нас уже вторую неделю нет уличного освещения. Звонила благоустройству города в электросеть. Они мне отвечают так. Девушка, вы не нервничайте. Я говорю, вы понимаете, у нас здесь такая оживленная дорога, и нет света вообще. Прошлый четверг я звонила, поругалась. Одну сторону дали, другая сторона. И на этой стороне через столб горит свет. На этой стороне вообще света нет. Люди обращались в различные ведомства, чтобы ситуацию как-то изменили. Сделали освещение, поставили ограничивающие скорость знаки. Еще года три назад, на этом пешеходном переходе, причем вечером, опять же не было освещения. Сбили молодого человека, который живет на соседнем проезде. Он инвалид. Но когда средь бела дня здесь в дома регулярно машины объезжают, нам страшно жить здесь. Движение здесь у нас отвратительное. То есть ограничений скорости здесь нет вообще никакого. Вот если бы здесь была установлена камера, я думаю, чтобы это был большой эффект. И наши жители были бы живы все. А еще жители домов, расположенных вдоль Мервинского проезда, надеются, что сюда чаще будут приезжать сотрудники ЕБДД, чтобы контролировать дорожную ситуацию. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».